Сминой грипп захватывает все новые территории. В Хакасии еще вчера было известно о четырех случаях заражения лишь в Черногорске. Сегодня в этом тревожном списке еще и Абакан, Саиногорск, Шира. Вирусная инфекция в республике лабораторно подтверждена у десятерых детей и девяти взрослых. Из них одна беременная женщина. Мы, видя нарастание ситуации, ввели ежедневный мониторинг. Поэтому к концу текущей недели, а не обычно в понедельник следующий, это будет четверг или пятница, мы будем знать, превысили ли мы пороговые показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ в республике, для того, чтобы определиться с объемом необходимых профилактических мероприятий. Наиболее сложная ситуация в Ширинском районе. Там больше всего заболевших и сезонным гриппом. На карантин закрыты детский сад Шира и школа в Целинном. В Усть-Абаканском районе отдельные классы и группы не ходят на занятия в четырех школах и детских садах. Если число больных ребятишек будет расти, то власти закроют на карантин школы и сады. Будем рассматривать необходимость ведения широкомасштабных ограничительных мероприятий в отношении муниципальных образований или в отношении всей республики в целом. Медики Хакассии уверяют, к вспышке свиного гриппа готово. В станционарах есть противовирусный запас 120%. По всей республике в больницах зарезервировано 665 коек. А наблюдать пациентов на дому будут не только участковые врачи, но и студенты лечебного факультета ХГУ. Также в городских поликлиниках людей с температурой примут кабинеты неотложной помощи. Для взрослых они работают с 8 утра до 8 вечера, для детей до 6 часов. Минздрав рапортует, готов к любому развитию ситуации. На сегодняшний день реанимационные отделения у нас готовы в больших многопрофильных больницах города Бакан, Саиногорск и Черногорск, потому что там приобретены в рамках модернизации программы мы приобретали именно реанимационное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, такие, какие нам нужно для такой категории граждан. Медики настаивают, ситуация с гриппом в Хакассии сложилась серьезная, поэтому при первых признаках заболевания нужно сразу обратиться в больницу. Наши обычные урвы, как мы болеем, нос потек, горло заболело, мы чихаем, кашляем, и мы разбаливаемся несколько дней, как правило. То грипп, то сразу вот эта острота заболевания, высокая температура и симптомы интоксикации. Работодателям в Хакассии тоже лучше не держать на работе заболевшего сотрудника. Не стоит пренебрегать масками в людных местах и больницах. Их в аптеках достаточно, чтобы обеспечить всю Хакассию. Виктор Буров, Сергей Казьмин, Вести, Хакассия. Субтитры создавал DimaTorzok